Так, давайте сегодня посмотрим коробку от Trampeter, русский тяжелый танк ИСТ 3М, 35 масштаб, индекс артикула у него находится, ну не видно его здесь, 0.316, в общем по артикулу, в котором много нулей и мало цифр, можно понять, что в принципе достаточно древний набор Trampeter, это разработка 2002 года, если я не ошибаюсь, такую заслуженную, набор, где-то кое-где в наших ресурсах даже его называли религендарным, я уж не знаю почему, очень старый набор, он помимо того, что продавался у нас собственно Trampeter, он еще успел даже несколькими, двумя по-моему российскими фирмами перепаковываться под своим брендированием, по-моему мир моделей и моделист этим занимались, в общем, ну набор как можно понять по годам издания, что Trampeter он и так, не то чтобы сильно прям такой, скажем так, по копийности впереди, планеты всей, то есть да, в скобочках нет, но помимо этого, как бы еще 20-летний стаж модели, он тоже говорит о том, что начиналось там скорее всего все, ну много примитивного откровенно было, в те годы Trampeter он выпускался, но зачастую, скажем так, альтернатив многим моделям нет, ну насчет S3M я, к сожалению, по альтернативам не помню, возможно, кстати, до сих пор и нет альтернатив, что значит по прототипу, S3, да, соответственно, наследник S2, S2 активно применялся во Второй мировой войне, в конечном периоде, так сказать, S3 разрабатывался как танк еще в течение конечного периода Второй мировой войны, но, собственно, на войну не успел, единственное, он попал в Германию уже, собственно, после окончания войны, там он в Берлинском параде участвовал, далее, танк во многом по этому делался по, собственно, по, как наследник S2, то есть доводили решения удачные S2, пытались ликвидировать решения неудачные S2, соответственно, так как в военное время проектировали, много было сделано в спешке, много особо не проверили, не доисследовали, ну, так что, собственно, вот видно, что, например, из прикольного была реализована вот такая вот новаторская схема броневых листов лобовых, когда не то, что даже, скажем так, вертикальной плоскости наклон, да, еще сделали вот такие два скоса, то есть все, в принципе, для отражения снарядов, такой, в общем, танк такой очень приплюснутый, забавный, узнаваемой формы, но, тем не менее, танк, в принципе, особо в боевых действиях, он как не успел поучаствовать в Второй мировой войне, дальше он, собственно, например, в Российской армии, в вооруженных силах, он единственное, где применялся в боевых действиях, это подавление венгерского восстания, а дальше, в основном, где, может быть, он как-то активно в войне поучаствовал, это арабе-израильский конфликт, Египту там было определенное количество машин передавалось, и там шестидневная война, потом война судного дня, уже гораздо позже они использовались, но, в принципе, без особого успеха, так как, во-первых, экипажи были египетские, слабо подготовленные, во-вторых, уже во многом машина там появилась, когда ей приходилось, скажем так, соперничать уже с гораздо более современными танками, поэтому тоже не сказать, что как-то от карьеры его там было успешной, поэтому во многом такой вот остался просто забавный, красивый экземпляр. Экземпляр. Значит, что по набору, по коробке, ну да, вот такая Трампетровская старая коробка, тут они вот такие вот характерны, ну, кстати, Трампетер на старых своих наборах еще много всего интересного писал, например, он писал, что в наборе 246 деталей, то есть довольно немного для танка, писал, что количество литников даже, писал, что, значит, на какие армии у нас декали, на боковых проекциях у нас проекция, собственно, танка разные, насколько я понимаю, в принципе, две основные проекции на советскую армию и вот это, я так понимаю, на египетскую. На другом боковике у нас опять же проекция на египетскую армию, даже вот они тут привязки уже прямо здесь пишут, египетская четвертая, бронированная механизированная дивизия КР-67 год. Так, значит, шестидневная война, если не ошибаюсь, ну, вот, кстати, вот этот вот логотип характерный, эмблема, видимо, этой самой, может быть, четвертой дивизии, может, еще чего-то, но я, кстати, смотрел, в каким фотографиям они делали эту эмблему, эмблему, кстати, совершенно не похоже. Трампетер спустя рукава ее нарисовал, ну, вот этот египетский, тут еще сперили проекция, да, да, писали тут всякого, значит, что длину, размер модели, вот видно, что практически 20 сантиметров, ширина 10 сантиметров, а здесь даже писали, Трампетер писал, да, вот Трампетер все, что касалось исторической справки, обычно на коробках всегда, вот, кстати, коробка надорвалась, ну, старенький, да, вот тут, например, писали, что, да, у нас, кстати, речь идет не про S3, а S3M, это как бы уже модернизированный немножко S3, но тут даже, вот, кстати, Трампетер нам довольно много пишет, вот, то, что, о чем, собственно, что, собственно, модернизировали, то он в 60-е годы, я так понимаю, уже достаточно долго спустя войны, то есть, там, добавили Дальшка 12-миллиметровый, ночные, соответственно, приборы ночного видения, что-то поапгрейдили по двигателю и так далее, то есть, вот, в принципе, так вот, Трампетер у нас тоже не гнушается, наверное, у вас какую-то историческую справку давать, давайте загладываем в коробку, значит, тут, в принципе, стандартно для старых Трампетеровских моделей, ну, и новые, на самом деле, в принципе, они похожи по комплектухе и частенько, значит, инструкция стандартная для Трампетера, значит, что листочек-декалек очень маленький, литники, коих немного, да, всего 200 деталей, ванна корпуса без бокса отдельного просто лежит, в принципе, дана вот целой деталью и, ну, такое, да, разочарование или, скорее, может быть, неудивительно для старого Трампа, гусеницы виниловые в две ленты даны. Давайте по порядку. С бумаги совсем тоненькая инструкция, значит, тут все как обычно, у нас только боксар, боксар, кстати, забавный такой, драматический боксар, прям вообще, то есть, вы только посмотрите на это, да, то есть, танк, вот это все горит, вот стрелок у нас наверху, вот эта пушечка, ну, я так понимаю, наверное, какая-то немецкая легкая противотанковая имеется в виду, или что тут, я не знаю, то есть, как бы, да, потому что долгое время бытовало мнение, что эти танки успели в последних днях Великой Отечественной поучаствовать в боях, но на самом деле, конечно, не так, поэтому не очень понятно, что тут имеется в виду, собственно, ну, может быть, Венгрия, может быть, Венгрия, я не знаю. Кстати, вполне возможно, что и Венгрия, я уж не знаю, там, применяли ли там Венгрия оставшие противотанковые орудия такие или нет, может быть, и применяли. Значит, помимо этого, да, в самой, собственно, справки исторической у Трампетра традиционно нет, раскладка литников стандартная. Да, из того, что я, наверное, сразу, да, не взглядел, здесь еще в наборе полимерных, из таких, знаешь, из барских таких развлечений у нас полимерные шайбы есть для колес, для катков колес, значит, литников совсем немного, ну и сразу сборка начинается тоже очень все по-трампетровски, сначала каточки, звездочки, ленивцы собираются с шайбами полимерными, потом, значит, у нас начинается ходовая, вот у нас торсионы, ну, понятно, никакой подвижной подвески нет, очень мало деталей на ходовку, как бы тут все так очень быстро, и камера надо равно собираться. Потом, значит, сразу ставим катки. Трампетра, кстати, традиционно действительно многие детали подписывает, такая образовательная, такая образовательная инициатива Трампетра, то есть где нам называют, как называются эти катки, как называются парамезвездочки, как называются ленивцы, ну, кстати, вот они почему-то ленивец Род Уилл написали, хотя, ну да, наверное, там, кстати, вместо ленивца обычный каток, что ли, использовался, ну, я уже даже не помню. Ладно, что, собственно, у нас дальше, значит, и вот, собственно, вся ходовка здесь ставится, запасные траки два назад, и, соответственно, сразу переходим в верхнюю часть корпуса, тоже у нас в одну деталь, значит, только задний броневой лист тут ставится отдельно, вот это вот буксировочный держатель для буксировочного положения, ой, буксировочного, для транспортного положения танка, чтобы орудие закреплять, ствол орудия, ну, тут мелочевки всяких там приборов сигнальных действительно довольно мало, значит, сразу подписывают, вот они нам текст там краски, что кое-что надо прокрасить там всяческие, выхлопные, видимо, какие-то моменты прокрашиваются чёрным и так далее, значит, сразу начинается у нас корпус, соответственно, у него вот эти боковые листы, панели только отдельно вклеиваются и, собственно, юбки, ну, тут не надгусочные полки, наверное, даже можно назвать, а скорее такие вот надгусочные полки, можно сказать, что у нас, собственно, засла с корпусом, да, так как спрятаны под корпус, а это, соответственно, что-то вот такие микроюбки такие у нас присутствуют, некий вот тут бак у нас дополнительный, я уж не знаю, для чего он, не очень понятно, куда он устанавливал, а ну вот сюда, да, может быть, просто ящик для чего-то, может быть, даже не бак, скорее, наверное, ящик, какие-то серьги тут дополнительные, прибор наблюдения вот у нас, это водитель, да, вот такой вот у него был прибор наблюдения перископический, и, значит, сразу продолжаем дальше, минимальная деталировка тут появляется, какая-то осветительная прибора, там какие-то вот скобы, не знаю, вот это, что пилание, пилание, не совсем понятно, чуть-чуть как схематично нарисовано. Дальше, значит, появляются, видимо, дополнительные, я так понимаю, топливные баки, ну, насколько я помню, что из этого топливные баки, я смотрю, тут схема крепления, ну, тут, кстати, не написано, да, вот тут, да, арбитер нам не написал, что из этого баки, что из этого возможного устройства для постановки дымовой завесы, точно не могу сказать, это уже надо совсем интересоваться. Дальше, значит, у нас, фактически, стыковка верхней части собрана из нижней, но это, опять же, тоже, в принципе, не запрещается, стыковку, наверное, и раньше провести, чтобы, собственно, потом, так сказать, не пытаться это все сдавливать, сжимать, притягивать одно к другому риску, и, так сказать, что-нибудь оторвать с этой самой верхней части, но это уже, в принципе, от моделиста зависит, значит, и виниловые гусеницы у нас тут появляются, ну, с винилом, конечно, да, сразу понятно, что большой минус, можно сказать, что, вот если, так сказать, забежать вперед, по проекциям видно, что юбки так, в принципе, конфигурация такая, что самые, так сказать, немножко все-таки гусеницы, верхняя часть, они видны под юбками, соответственно, по-хорошему, конечно, бы, наверное, потому что будет, скорее всего, ну, особо провиса, наверное, по идее, у С3 не должно быть, вроде как, если, может быть, там только эксплуатация какая-то, очень долго, или что-то такое, но, в принципе, будет, скорее всего, видно, что топорщится эта виниловая гусянка, соответственно, ну, как, наверное, очень тяжело тут будет, соответственно, в рамках виниловой гусянки как-то, так сказать, сэкономить и собрать что-то нормальное, скорее всего, конечно, будет она выглядеть отвратительно, я вроде видела фотки собранных моделей с виниловой гусеницей, но, действительно, довольно ужасно выглядит, потому что, ну, все-таки юбка не прикрывает у нас верхнюю часть гусеницы, и будет видно, что там это все волнами так идет, и, ну, ужас, и ужас, и кошмар, короче, видимо, придется какую-то автомаркетную гусеницу искать. Кстати, не в курсе, подходили ли гусеницы от С2 на С3, вот тоже вопрос интересный. Да, вопрос об автомаркете. И сразу мы переходим к башне. Башня, значит, вот в одну деталь тоже, ну, как в одну, в смысле, верхняя часть башни в одну деталь, нижняя тоже в одну, то есть все достаточно так очень быстренько, минимально деталировочка появляется, ДШК, собственно, 12,7 мм. Значит, переходим дальше к стволу, к стволу орудия. Ну, понятно, старый трампетер, большой сложный ствол орудия, конечно же, из двух половин у нас, понятное дело. Значит, шов будет сверху, в реальности там какой-то шов был сбоку, по-моему, заметен на дульном тормозе у танка. Ну, тут как бы, что еще ждать от старого древнего трампетера? Хотя он и современный, это, в принципе, недалеко ушел. Значит, насчет прозрачки, я, кстати, не помню, по-моему, нет ее в наборе, то есть даже перископы и все вот это вот оборудование, наблюдение, освещение, оно все пластиковое, насколько я понимаю. Соответственно, вот это вот все нам красиво нарисовали, но, насколько я помню, это пластик. То есть придется все там симулировать как там какими-то средствами, красками или какими-то там пленками. Вот так вот у нас, ну, дешевый трампетер, старый дешевый трампетер. Значит, сборка башни у нас здесь заканчивается. Вот очень вот эти все забавные пулемет ставятся, понимаю, по-походному. И самый финальный шаг, стыкуем, собственно, башню с корпусом. И, значит, схема окраски. Еще тут та эпоха, когда как старая звезда, так и старый древний трампетер, еще не клали вкладки у нас. Кстати, вот в этом плане действительно как-то исторический путь трампетер звезды немножко похож. Древний трампетер, тоже у него нету в коробках цветные вкладки с окраской. А когда-то они, видимо, в каком-то году появились. И вот у звезда тоже вот так не так относительно давно эти вкладки стала добавлять. Очень похожая система у них работы. Что трампетер у нас народный китайский производитель, да, вот именно он народный, наверное, я его позиционирую, как он народный, потому что он делает все и дешево. Значит, так и звезда тоже. Ну, да. Значит, поэтому тут они черно-белые. Собственно, на два, я так понимаю, варианта много проекций на египетский вариант. Кстати, вот здесь нам не написали, что это четвертая там какая-то там дивизия этих самых танков египетская. Почему-то только на коробке нам написали, здесь почему-то зажали. Но это вот он, этот египетский танк, вот эта вот эмблема, которая на самом деле очень слабо похожа, ну, как бы очень отдаленно похожа. Почему-то они, видно, явно брали ее с фотографии, но не особо заморачивались копейностью этой египетской эмблемы. И в одну проекцию дан на советскую российскую армию. Соответственно, тут, ну, в принципе, двухцветные танки без камуфляжа. Сомневаюсь, что в реальности на них какой-то камуфляж наносился. Наверное, действительно, в целом одноцветные они были. Песочные, египетские, соответственно, 4БО советские. Ну, вот эмблемы гвардейские, он 131-й. Ну, наверное, в целом особо-то... Краски, да, кстати, краски данные просто цвета. Некие индексы у них есть, но, по-моему, по-моему, вот здесь перечислены все краски, просто словами, так скажем. В основном, обычно, чаще всего Трампетр дает краски на продукцию фирмы Ганза. Ганза Сангрео там... А, ну вот, извиняюсь, вот здесь все-таки написано Ганза Мистер Колор. Правильно, Мистер Колор они дают цвета, вот индексы, да, то есть, в принципе, идут более-менее нормально. Так, давайте смотреть, собственно, пластик. Ванна корпуса, значит, в одну деталь, минимальная какая-то деталировка даже под ничью есть, есть имитация сварных швов. В остальном, конечно, очень все так примитивненько, лысенько достаточно, как, собственно, Трампетр, она обычно у нас такой всегда и бывает. Видно, кстати, что немножко-немножко видно, что как будто бы завалились борта внутрь, несмотря на такую, казалось бы, сложную форму, но вот распорок нет никаких, да, поэтому такое вот немножко складывается ощущение, что как будто борта как будто провалились внутрь, но как-то повлияет на сборку, я вот даже вот не знаю, повлияет, не повлияет, ну, посмотрим. Ладно, в остальном, ну, вот такая вот ванна. Трампетр обычно всегда по максимуму делает крупные детали в одну. Так, давайте крупные смотреть, значит, тут у нас огроменный литнищик с крупными деталями, что у нас вверх корпуса полностью, полностью в одну деталь, вот это самые знаменитые, вот эти самые лобовые детали бронировые, которые, за которые, собственно, танкщукой обзывали при производстве, что у него такой щучий нос присутствует, тут, да, вот, показаны вот эти массивные, типа, сварные швы трампетером, хотя бы это, кстати, видно, это как бы прикольно, потому что они уже в 20-м году этим, в принципе, заморачивались. Борзговики, вот это все в одну деталь, отверстия под установку всякого всего, то есть, ничего, кстати, сверлить не надо нам здесь, вот это, кстати, да, сразу пахнет народным моделизмом, все дырки за нас делают, только зачастую дырки для установки всего, они потом оказываются слишком большие и приходится шпаклевать, чтобы следов не было видно, вот микрооблочки видны на борзговиках задних, ну, как бы, модель заслуженная, старая, но, в принципе, микро-недостатки можно порастить, вот эти, понятно, все надмоторные вот эти отделения, крышки, решетки и так далее, они все, понятное дело, глухие на самом деле и чисто так вот издалека ровы, что вообразит, что там есть сквозное какое-то это самое отверстие, так, собственно, что по башне, массивная такая текстура, собственно, этой самой литой брони, вот видно, прямо она там такая вот, ну, так от души сделанная, я бы сказал, мне в целом кажется, похоже на реальный танк, потому что вот как-то примерно так оно, в принципе, наверное, и выглядело на реальной машине, красиво, я бы даже сказал, ну, и вот, собственно, низ башни, он вот такой, так, что дальше у нас, стандартные трампетерские пакеты, с дырками, кстати, и с печатью, все время вот этих у них предупреждений, прямо на пакетах, только трампетер, по-моему, так делает, значит, что у нас, литник с мелочевочкой, тут у нас, так понимаю, что разные литники, два в одном пакете, соответственно, что у нас здесь, юбки, соответственно, вот такие в две детали, тут самое главное, что это хорошо бы все стыковалось, собственно, с танком, потому что, ну, если что-то изогнется, конечно, будет неприятно, вот эти боковые детали, вот это, да, тоже очень интересно, конечно, вопрос, какая стыковка будет с корпусом, собственно, да, потому что тут, конечно, можно щели поиметь, зная, как бы, что древний трампетер довольно нехилый, но посмотрим, многие, конечно, я не то, что прям специально помню какие-то отзывы по ИС-3 от трампетера, но, в принципе, стыкуемость, она в трампетерских скарах моделях иногда бывает, вопросы вызывают, вот эта задняя деталь, соответственно, за мотором кормовая праву, боксевые вылочные серьги, держатель для походного положения орудия, вот этот вот ящик там или бак, я уж точно не помню, запасные траки тут у нас вот эти вот, они, собственно, цельно-зацело сделаны, что еще, ну, минимальный вот выхлоп, там детали, минимальные какие-то скобы, держатели, куши для троса, кстати, в инструкции, или не в инструкции, а где-то я видел, что якобы должен был бы быть какой-то, а, нет, трос есть, веревочный трос есть в наборе веревочный трос, да, но куши вот такие вот сделаны, по-звездовски, ну, как скажем, условно-по-звездовски, в формате того, что, так, сейчас хочу посмотреть поближе, да, вот такие, типа, куши, где, типа, надо вот всовывать этот самый вот трос, знаете, соответственно, вот этой частью к танку, типа, она невидимая, ну, вот так вот, трос у нас, как говорю, есть, но он веревочный, да, то есть, тоже вот еще одна такая часть, что, чем похожи, народные производители моделей Китая и народные производители России, да, традициями веревочных тросов, отсутствием, зачастую, вкладки с окрашиванием, но вот почему-то, кстати, звезда еще не выэлюционировала до полимерных шайб на колеса, а вот трампетер уже тогда их клал, ладно, что-то я заболтался, приборы освещения, вот у нас тут есть, как бы, вот вроде бы под них какое-то что-то вставляться, должно якобы прозрачь, насколько я помню, прозрачки в наборе нет, но в основном, говорю, с литьем такой стандартный, такой старый трампетер, да, похоже на старую звезду, опять же, что-то так вот напоминает, второй, значит, с мелочевкой, тут у нас орудия, две половины, собственно, ну, как говорится, спасибо, что живой, хотя бы не погнулась, да, более-менее, маска орудия в одну деталь, тоже с фактурой литья, типа у нас, значит, дышка, понятное дело, никакого, никакого отверстия, собственно, в стволе нету, это очевидно, ну, детали, вот я так понимаю, там, что там, башенки, не башенки, лючков всяческих на башне, поручни и так далее, приборы, где, кстати, вот мне интересно, все-таки глянуть на перископы, ну, что-то я их тут хоть убей не вижу, я вот, точно ли, кстати, прозрачки нет, я тут заболтался, и на самом деле у меня просто, может быть, что-то не хватает, да нет, вот я смотрю еще раз на комплектацию, нет здесь никакой прозрачки, исключительно пластик, да, просто, помню, что на литнике D перископ, а, ну, вот они, вот они перископы, вот эти перископы, вот так они, по-моему, выглядят, да, вот эта часть внутренняя, да, которая, в принципе, детализировать непонятно, зачем было, а вот эта часть, типа, обычно то, что делают прозрачкой, ну, вот это все придется, конечно, как-то симулировать, прокрашивать, значит, вот эти самые баки дополнительные, тоже, понятно, в две половины, то есть, будет шов, это понятно, крышечки, ну, то есть, как бы никаких технологий, высоких до 20-го года трампетера, ну, ожидать не приходится, это, как бы, очевидный факт, спасибо за то, что деталей мало, так, вот так, значит, у нас, ну, и последний, буквально, остается у нас литнищик, с деталями ходовой, в основном, модель, кстати, никакого развития, в плане новых модификаций, не получила, там, вроде, было какой-то проект, САУ, ну, в реальности, в истории, не помню, был ли он реализован на металле, но, по-моему, мне кажется, в серию, не знаю, пошел, не пошел, по-моему, что-то там такое шло в серию, но я не уверен, может быть и нет, значит, в этом же пакетике, то самое, те самые, у нас полимерные шайбы, двух видов, одна из них отвалилась, тот самый замечательный, веревочный трос, белый, такой вот, да, вот он, он даже, он даже не серый, не под цвет металла, и, значит, у нас, ходовка, ну, катки, как бы, они, немножко зрительно, похожи на ИС-2 катки, да, еще, наверное, восходит эволюционно, наверное, КВ, в принципе, по качеству литья, в принципе, для 20-го года, не очень много претензий, наверное, где-то есть тут микроблочки, какие-то, может быть, смещения, но, не то, чтобы прям, оно вот сильно у глаза бросалось, все так, в принципе, достаточно аккуратненько, у звезды бывает намного хуже, на самом деле, к сожалению, хотя, звездовские, те модели, наверное, на которые я ругаюсь, им еще больше, уже 20-й год, это, в принципе, уже, как бы, кажется, что и, ой, 20-й, 2002-й год, это, кажется, как будто бы, вроде бы, недавно, хотя, на самом деле, 20 лет назад, так, что-то я заболтался, балансиры, значит, ну, вот эти, всякие держатели, к удару на крепостном, звездочки, и так далее, ну, как бы, сказать, особо нечего, в принципе, вот такое вот оно, все и есть, так вот и существует, и остается у нас, буквально, что, та самая декалька, которая, как я говорил уже, из прикольного, там, египетская декаль, тех самых, египетских, арабских танкистов, которые, собственно, в основном, слабо умели пользоваться этими танками, либо, бросали их, либо горели, большое количество было брошено, кстати, во время, по-моему, и шестидневной войны, и войны суденного дня этих танков, они попадали к израитянам, им также, кстати, израитянами использовались трофейные танки какое-то время, так, как тут у нас, всегда у нас, трампетер очень мощно пакует декали, вот такая вот, собственно, декалька, в основном, я так понимаю, номера, не помню, у нас, ну, советские, да, 131, значок гвардии, кстати, гвардия, как написано, ну-ка, дайте, как глянуть, ну, вроде можно считать без орфографических ошибок, немножко я на А, правда, похожа, ну да ладно, птичка, такая вот, египетская, тоже, как я сказал, не очень похожая на фотки, но, в принципе, какая есть, и на этом, собственно, можно глянуть еще виниловые гусли, но, в принципе, еще на них смотреть, их и так все знают, как они выглядят, на этом наш заслуженный набор из 3M от Trampeter заканчивает.